Ну что, двигаемся мы сначала в сторону при Эльбрусе, посмотрим на Эльбрус со стороны Большого Канжола, снотровая площадка мы обычно туда ездим, потом спускаемся и через перевалы будем ходить постепенно в Северную Осетию, потом постепенно в Чечню, в Дагестан. Маршрут интересный, большой, в принципе я по этому маршруту езжу практически каждый год, ну плюс-минус появляются новые места, новые какие-то интересные локации, я об этом вам буду обязательно показывать, рассказывать, ну, кому интересно смотреть мои видео, мои приключения, оставайтесь, надеюсь будет интересно. Так, заехали на озеро Большой Шефруды, я, к сожалению, почему-то его не снял на видео, забыл, но сейчас мы едем на смотровую Плата Канжол. Здесь уже такая интересная полевая дорога, она идет вдоль ущелья частично. Да, тут, конечно, шикарно, особенно в такую хорошую погоду. Сергей, едем на Кавказ, первый день по горам, все супер, виды супер, коровы везде. Коровы супер, да? Да, коровы супер, все класс. Все супер. Поднимаемся в горы, высота уже здесь 2,145. Погода сразу же меняется, тучки сразу, хотели посмотреть Эльбрус, но, наверное, в этот раз мы его не увидим. Сейчас спустимся обратно, через пару часов, там будет уже хорошая погода, чистое небо. Такой крутой спуск, сейчас будет метров, наверное, на 200 вниз. И вот здесь хорошая проверка для тормозной системы. Напоминаю, что у меня тормоза хорошие, Zen. Они спокойно выдерживают эти перегрузки. Но даже при этом все равно лучше ехать, конечно, на скорости, точнее на передаче, на первой вручном режиме, чтобы подтормаживать не только тормозами, но и коробкой. Укачало маленького. Практически подъехали уже к въезду в заказник. Резко, ну, традиционно поднялись на вершину сюда, на плата точнее. Ничего не видно, Эльбрус где-то там. Мариновали мясо, замерзлый, дождь пошел. Ну, в общем, стандартная картина. На высоте погоды нет, видимости нет. Высота 2800. Какая же все-таки красота на Кавказе. Вот каждый год езжу по этим маршрутам и каждый год останавливаюсь, чтобы сфотографировать, снять. Потому что нереально красиво. Шикарное Шазырьское ущелье. Красота неимоверная. Мы застали. Какая-то свадьба, видимо, идет. Народ гуляет, веселится. Ну, вообще, место, конечно, кайфовое. Да, здесь прям надо тусоваться. Так, друзья. Обкатка продолжается. Мы уже на Кавказе. Плотно так вкатываемся. Пробег примерно 3000, там чуть-чуть меньше. Традиционная проверка всех жидкостей, утренние. Давайте проверим. Самое главное, что у меня здесь интересует, это масло двигателя. Так, ну здесь у нас, смотрите, почти верхний уровень. Вот граница. Масло светлое. Прозрачное. Состояние масла хорошее. Антифриз в норме. Вот отсюда покажи. Антифриз у нас в норме. Жидкость ГУРа в норме. Двигатель сухой, чистый. Потеков не обнаружено. Не греется. Ведет себя так, как и должен вести себя новый двигатель. Напоминаю, что я уже четвертый год пользуюсь антифризами компании Русеф. Российская компания делает качественный, хороший продукт. Проверяю его на себе. И поэтому могу смело рекомендовать вам. Сейчас у меня после капитального ремонта двигателя залит именно этот антифриз. Проезжаем перевал Ак-Топрак в Чигемское ущелье. Погоды сегодня нет, к сожалению. Поэтому на парадроме мы, наверное, не полетаем. Далеко ехать мы так замучаемся. Ну, куда вы побежали без толочек? Едем мы на водопад Абайсу. Это в Чигемском ущелье, в самом тупике практически. И удивительно, что здесь эту дорогу, ну, тоже, так сказать, поддерживают ее в рабочем состоянии. Вот видите, да? Даже едет экскаватор. Один мы обогнали. Попробуйте на вход. Вот пускай. Второй мы, второй догоняем. Ну, с одной стороны, мне немножко удивительно, конечно, почему эту дорогу здесь развивают. Это не самое популярное туристическое направление и не самое интересное, наверное. Но, тем не менее, видимо, общая команда развивать туризм. Пускай, давайте. Прошли. Пройдем. Так, моргни ему варичкой. Выключи. Так, хорошо мне штурман, Серега. Я могу сам все делать. Ха-ха-ха-ха-ха. За мной водопад Абайсу. Один из самых крупных на Кавказе и самый крупный в Кабардино-Балкарии. Шикарный вид. Рекомендую. В общем, особенно мне понравился этот водопад тем, что можно подойти в самый низ и оценить его масштаб. Водопад реально очень огромный и очень эффектно выглядит именно с нижней точки. Реконструкция дороги, кстати. Прикольно. Возможно, тут асфальт у нас когда-нибудь будет. Чигемские водопады, как всегда здесь движуха, пробки. Так, небольшая поломка. Что такое? Сапунт? Сапунт. А с чего сапунт? Сапунт с чего? Так. С моста, я имею в виду, с чего? Откуда сапунт? Нет, с двигателя. А, с двигателя? А где его оборвало? Внизу я-то? Да вот на шланге прямо почему-то оборвало. На перегибе. На штучке. А. Я ему уже все, сейчас это кому-то поставлю. Починили? Я не вижу просто. Не вижу. Я тоже. Давай я отсюда. И держи. Ага. Может быть шланг уже под это, под рассокся. На самом деле может быть все что угодно. Может быть он неправильно лежит? Может быть да, может быть где-то перегиб был нехороший. Мы проезжаем Чигемское ущелье, да, и здесь прям активно строят дорогу. Тротуарчик делают. Расширяют немного колею. Отсыпают, крейером проходят. Я так думаю в следующем году здесь будет совсем хорошо. Прям неожиданно, приятно, удивлен. Друзья, всем доброе утро. Немножко про хорошую резину. У нас 4 автомобиля и все на Максис Рейзер АТ. Двухсотка. Патруль. Максис Рейзер АТ. Восьмидесятка. Максис Рейзер АТ. И моя двухсотка тоже Максис Рейзер АТ. Ну на сегодняшний день, на мой взгляд, очень кайфовая резина. В своем ценовом сегменте, наверное, лучшая. То есть за эти деньги сегодня резину лучшего качества в России купить будет очень тяжело. Так что резина хорошая, имейте в виду. Если кто ищет себе нормальную резину, рекомендую обратить внимание именно на Максис Рейзер АТ. Мой любимый сапун. На восьмидесятке. Ну в общем на самом деле на всех дизлях проблема с сапуном. Здесь его просто порвало трубку. Скорее всего уже от старости. Немножко она, резина рассохла. Прошу прощения, здесь вообще металл сначала вот здесь лопнул. Сделали на холодную сварку, но в целях безопасности вообще решили сапун вытащить. Вообще да, рекомендую на дизеля ставить маслопомойку. Здесь такая импровизированная маслопомойка получилась из бутылки. Просто пустили туда. Не, она не сгорит. Тут нет таких температур. Пустили сюда слив масла. Здесь просто сделали отверстие, чтобы ее не разорвало из-за давления. Очередная локация Чертов мост располагается прямо по пути. Поэтому можно сюда заскочить, немножко поснимать. На пути у нас Дегорское ущелье. Здесь тоже ремонтируют дорогу. Вот в этом месте проезд раньше был в туннеле. Видимо, его реставрируют, ремонтируют. Не знаю. И объезд сейчас идет с правой стороны. Здесь с наружной стороны горы. Туннель походу расширяют. Судя по всему. Теперь проезд здесь с правой стороны. Такая интересная дорога, конечно. Колоритная. Пустилища Нани. Заехали интересное место. Рекомендую. Оно находится так, на вершине, немного в стороне от дороги в деревне. Едем с утра. Проехали по трассе там из Кабардино-Балкарии в Северную Осетию. Да, не могли нигде купить кофе. Сейчас поднялись в деревню. Здесь вот наверху, где-то 1300, наверное. Деревень-то тут, ну, не знаю, домов, наверное, 100. Может, даже меньше. И тут стоит, короче, Старбакс. Старбакс. Представляете? Ну, это и не настоящий, конечно, Старбакс. И карты принимают. И принимают даже карты. То есть, вот главная достопримечательность. Есть интернет. Вот это цивилизация. Вот это Старбакс. Фаснальская горнообогатительная фабрика. Заброшенная, к сожалению, но очень круто сделанная. Вот так ослый друг другу спинку чешут. Одна из моих любимых дорог из Дегорского ущелья. Феогдонская. Дорога относительно свежая. Недавно ее тут, можно сказать, привели в порядок. Сделали проезжабельный для практически любого вида транспорта. Здесь в хорошую погоду открываются просто фантастические виды. Сейчас, к сожалению, тут туман. И не очень хорошо видно. Когда здесь ясно, солнечно, здесь нереально красиво. Туман просто дичайший. Ничего не видно. Смотрите. Прям идем по приборам. Высота 2,5 километра. Идем по приборам. Вот как раз мы попали на строительство дороги. Привезли очередные бетонные блоки для ограждений. Выгружают их. И в дальнейшем будут устанавливать по правой стороне. Молодцы, ребята. Молодцы. У тебя еще, Дань? Двигаемся в направлении Южной Осетии. Там недалеко от границы есть озеро. В прошлом году я там был. Сейчас решили еще раз заехать. Правда, погода окончательно испортилась. Так что не исключено, что мы подъедем к этому озеру. Посмотрим на него из окна и вернемся обратно. Я про иронию мечтаю. Это была ирония. Настоящий арт-объект. Ничего не понятно. Становиться мы в этот раз решили в уже известном мне Альплагере. Шикарное место антуражное. Погода, правда, не очень. Нам вот сюда. Космический вид, конечно, из Альплагеря. Так, у нас общий ужин. Готовим мясо. Прикольная инсталляция. Смотрите, стоит старый запорожец. Здесь у него растут цветы, клумба. И он светится. Такой ночник. Запорожец-ночник. Неимоверно красиво здесь. Альплагерь Цей. Одно из моих любимых мест. Я уже неоднократно видео показывал, рассказывал. Здесь такой свой дух аутентичности. Дух советского альпинизма. Очень приятное место. Прям безумно. Цейский вальс. Фестиваль бардовской песни. Первый конкурсант. Единственный. И он же победитель. Вот этот легендарный запорожец, про который я говорил. Такой местный арт-объект. Первый раз поднимаюсь на канатке к Цейскому леднику. Сколько раз здесь был обычно. Или непогода. Или закрыто. Сейчас мы посмотрим сверху. Субтитры сделал DimaTorzok Поднялись мы на Фиагдонский ретранслятор. Здесь, как всегда, туман. Ничего не видно. Я вообще лишь один раз попадал здесь в хорошую погоду. Остальное здесь туман. Там лавочка стоит. Там где-то Серега кричит. Ну, в общем, вот так вот. Вот что такое густой туман. Не видно вообще ничего. Вот заднее зеркало. Видимость 2 метра. Неимоверная красота Северной Осетии. Да-да, Сань, давай. Чуть-чуть газа, не бойся. Серега, теперь ты. Памятник скорбящей матери на одном из склонов Кармадонского ущелья. Тоже каждый год сюда приезжаем. Представляете, сейчас сверху свалился камень прямо на капот. Вот где-то вот здесь вот. Но благо у меня пленка бронированная. Пленки хоть бы, как говорится, хоть бы что. Обратная сторона тоннеля. Зашли мы оттуда. Вышли здесь. Тоннель проходной, кто не знал, через него можно пройти. Идти минут 15. Горная Санипа. Едем к моему другу Зауру. Мы традиционно останавливаемся у него в гостях. Сейчас вам покажу его шикарный дом. Можно сказать, уже легендарный дом. Четыре года мы ездим. Четыре года мы здесь останавливаемся у Заура, у друга. И сейчас он решил здесь сделать целый гостиничный комплекс. Строит баню, еще пристройку домовую. И этот дом сейчас он будет сдавать в аренду. Дом на самом деле шикарный, огромный. Так что, кто хочет, велкам. Горная Саниба. Место великолепное. Вот это вид как раз на Кармадонское ущелье. Здесь вокруг горы, горы и здесь горы. Так. здесь шикарный холл, где мы обычно собираемся все вместе за общим столом. Здесь кухонная зона. Тоже еще один большой обеденный стол. Ну, собственно, сама кухня со всем необходимым бытовым оборудованием. и много-много комнат. Здесь сверху второй этаж. Там две, три, три спальни. Здесь внизу еще одна спальня. В общем, рекомендую, кто хочет в Осетии круто отдохнуть, рекомендую. Это место горная Саниба, Кармадонское ущелье. Шикарный дом. Мой товарищ Заур его задает. А мы едем дальше. Вот впереди есть Кармадонское ущелье, где произошла трагедия. А внизу горная Саниба. Вот в этом доме с синей крышей мы ночевали. Поселок активно строится. Практически полностью он заточен под туризм. Много домиков, много всего интересного. Все это сдается. Можно здесь ночевать, останавливаться. Виды, конечно, здесь космические. Вот что значит хороший компрессор. За 5 минут накачано. Раз, два, три, четыре, пятое колесо. Я уже пятое колесо качаю. Пятое колесо качаем. Беркут Спец 500. Супер мощный компрессор. Прям для больших 37-40 колес однозначно ставить нужно его. Коровы здесь, конечно, крайне нагло ведут себя и вседозволено. А вот оказывается вчера у меня где упал камень, я изначально не увидел, показалось, что он упал сюда, он, видимо, упал, отскочил вот здесь и ушел. Капот немножко помял, видимо, пробил пленку, но высота была большая, там, метров метров 0,50 было. Мы в Грозном. Очень красиво, там интересно. Чечня, Дагестан, тут дорогу походу расширяют, смотрите, вот слева стройка, справа. Вообще надо, надо, потому что большой поток машин идет, во-первых, грузовых, во-вторых, туристов очень много, да, поэтому однозначно здесь нужно еще строить две полосы, так точно. подъехали на Главрыбу, вот с прошлого года здесь поставили колесо обозрения, его не было, смотрите, там какие-то аттракционы внизу, тоже в прошлом году их не видел. Каждый год что-то новенькое тут делают, молодцы. Так, у нас ужин на Главрыбе, здесь на самом деле уже все съедено, ну да, во-первых, все съедено, осталось допить, во-вторых, здесь настолько все выросло, здесь только появилось новых мест, кафе, такая инфраструктура крутая, что я даже офигел немного. Сколько здесь живности. Стоят машинки уже запыленные не первый год. в общем, едем сейчас на другую сторону скалы, для того, чтобы покататься на лодках по каньону. Я еще так не делал, мне Энжи посоветовала сюда заскочить. Так, прикольный тоннельчик, я не знал, что тут такое есть. поселок Исток едем вниз для погрузки на катер. Пага, чтобы скал не играет, это тот скал. Давай. Необычно так, грунтовые воды, земные источники стекают в каньон. Здесь мы катались, туда вниз по ущелью, ну рекомендую, в общем, понравилось, прикольно. Сейчас ровно по времени. Так, а вот вид сверху. Буквально с утра катались на лодке здесь внизу по каньону, уходили вот туда практически к плотине, там метров, наверное, 500 до плотины не дошли. Где-то вот здесь вот, вот так вот мостик чуть-чуть виднеется. Вот сейчас будем пробовать пройти туда. Вот с этого моста, видимо, прыгают вниз на резинке. Обязательно каску выдают всем, техника безопасности. Новое слово в дагестанском языке. Раньше я его не слышал. В общем, ошибочка вышла. Оказывается, нужно было оттуда начинать, по левой стороне, вот там, видите, натянуто. Там люди идут, и так проходишь, проходишь, и здесь с этой стороны выход. Мы, наоборот, пришли к выходу. В общем, идем обратно. Народы здесь, конечно, туристов толпы. Короче, идем вдоль стены, чтобы попасть на подвесной мост с другой стороны. Сейчас зайдем, покажу. Вот он мост. Все, Саня, вся вещь хорошая. Ну, я имею в виду голос-бомбу. Ты должен этот истуходер такой, чтобы все были щеки, понял? Ну, я имею в виду с того, как ты прошел, как ты тропал. Так, вот он, этот подвесной мост, из-за которого мы сюда шли. Вообще огонь. Честно сказать, не страшно вообще. Ну, по крайней мере, дома до моста просто, ну, просто идешь вдоль стены на страховках. Не впечатлило. Пошел, Александр, давай, до встречи. Строительная каска рулит. Ну, как, страшно? Серый, ну, помаши ручкой хоть, что ли? Ну, если короткое резюме, то, блин, не очень. Слабо, вообще прям. Честно сказать, ожидалось, хотелось бы на 3 тысячи прям, ух, чтобы... Ну, захват. Да, ну, чтобы как минимум намокло. А тут вообще не намокло. Такое, ну, короче, для новичков, если первый раз, если по таким, ну, не ходили, да, по таким трассам, то, вот, у вас для первого раза вообще прям огонь. Ну, вот Саня впечатлился, да, он как раз первый раз, да, я первый раз сюда мне понравился. То первый раз, нормально. Это кайфово. То есть, если уже есть какой-то опыт вхождения в горах, на веревках, альпинизм, а то, честно сказать, даже не тратьте время. Такси, развлечение, денег 3 тысячи, ну, достаточно так, недешево. Вообще, время не час, вы теряете. Если с заездом, то еще больше часа полтора, но не получаете того удовольствия. Удовольствия на 500 рублей. Да, да, кстати, вот.